Здравствуйте. Сегодня мы говорим с автором курса по развитию интеллекта с позиции когнитивного подхода Ильё Андреевичем Мартыновым. Илья Андреевич, добрый день. Добрый день. Расскажите немного о себе. Как вы пришли к тому, что начали заниматься нейронауками? Как у вас появилась идея организовать подобные курсы? Оно началось с того, что я закончил кафедру высшей дневной деятельности психофизиологии Петербургского университета. Интересно так, что моя дипломная работа, когда я уже магистрскую диссертацию писал, совпала. В общем-то, с тем, чем я занимаюсь сейчас, с курсами. То есть мне нужно было разработать большой курс для педагогов по когнитивным наукам. Причем всероссийский такой большой курс. Я помню, мы туда пришли к Татьяне Владимировне Черниговской. Ну, в общем-то, это, наверное, один из главных когнитологов в нашем городе, специалист по сознанию, речи. И она дала нам очень ценные рекомендации. Но какие-то практические выходы, конечно же, уже приходилось искать самостоятельно. И накапливался некоторый опыт. Я стал вести курсы и у педагогов, чуть позднее у студентов. И когда-то, в какой-то момент был накоплен такой уже большой массив и отзывов, и материалов. И стало понятно, что это можно выводить более широкую аудиторию. То есть, скажем так, адаптировать курсы. Ну, и, собственно говоря, мы адаптировали курс, сделали его для всех. То есть, чтобы каждый человек имел возможность получить доступ к серьезным научным знаниям в простой, понятной, доступной форме. Вот так и мы начали вот эту всю большую кампанию по продвижению наших курсов, по популяризации наук о мозге. Ирия Андреевич, а на что вы делаете упор на ваших курсах? Ну, как вы понимаете, поскольку все-таки нейронауки сейчас в некотором таком тренде, действительно есть подъем. Потому что можно сказать, что не год, а то какое-то открытие в нейробиологии. И вот, например, недавно присудили Нобелевскую премию за открытие так называемого GPS-навигатора в нашем мозге. То есть, опять же, в области нейрофизиологии, конечно, мы делаем упор на нейробиологию, потому что популярной психологии очень много и очень много источников. К сожалению, понимаете, такая ситуация возникает, что очень много материалов и в интернете, и в журналах, но материал очень низкого качества. И наша задача, да, в некотором смысле, донести до слушателей, до посетителей наших курсов, действительно серьезное, выявленное, да, по всем научным, со всеми, так скажем так, научными требованиями знания. Я должен сказать, что, например, все-таки физиология и психология – это разные науки, это действительно разные науки. И у них несколько разный подход к описанию функции работы мозга, да вообще к функционированию мозга. И, конечно, когда психологи что-то открывают, да, или публикуют свои работы, надо всегда сравнивать вообще, это как-то соотносится с тем, что у нас, да, в физиологии получено. Потому что, к сожалению, иногда бывает такое, что материал действительно может разниться, да, то есть, иногда какие-то факты не состыковываются и не согласуются. Почему это важно? Потому что физиология, понимаете, она задает некоторый такой зазор. Потому что, например, мы знаем даже на примере физиологических механизмов памяти, мы знаем, что память связана с определенными молекулярными биохимическими комплексами. И у нее есть определенные скорости, понимаете, да, то есть, например, когда человек говорит, что он может за один вечер изучить половину советской энциклопедии, он, ну, мягко говоря, заблуждается, да, потому что просто скорость протекания определенных физиологических процессов в мозге ему это не позволит. Ну, потому что есть, знаете, такая вот константа, вот очень хорошее сравнение, мне всегда приходит на ум, есть скорость, конечная, да, скорость распространения тела во Вселенной, да, 300 тысяч километров в секунду, да, скорость распространения света в вакууме, это все, это наш барьер. Здесь вот, да, тоже есть некоторый такой физиологический барьер в отношении вопросов, связанных с памятью. То есть, вот, если есть какой-то, да, вот этот предел скорости, да, например, обработки информации, то все, ну, никак уже, да, с этим не поспоришь. За него просто выйти невозможно. А говоря о студенческом опыте подготовки к экзаменам, как вы считаете, получается, что подготовиться ночью или же утром перед экзаменом невозможно? Ну, я бы не сказал, что это совсем невозможно, потому что, опять же, да, есть люди с различными типами памяти, да, об этом очень много спорят, до сих пор, да, классификации единой памяти не существует какой-то одной. Но есть люди, нам известно, с хорошей, допустим, с большим объемом краткосрочной и среднесрочной памяти, то есть, быстренько подучили что-нибудь перед экзаменом, пришли, рассказали. Но почему, например, я против таких вариантов? Потому что, знаете, это вот как буфер обмена, да, то есть, туда загрузили, во время экзамена вспомнили, рассказали, после экзамена все выгрузили, все забыли. Потому что, если вам нужно, конечно же, воспроизвести и запомнить надолго, то тут придется применять другой, да, более основательный подход к изучению материала. И поэтому я всегда своим студентам рекомендую загодя, да, заранее готовиться к экзамену, накануне, а ночь, да, перед самим экзаменом оставлять для спокойного, здорового сна. Потому что есть определенный даже алгоритм запоминания информации, да, мы знаем, что есть определенные периоды, да, во время которого происходит наиболее активное запоминание. Имеется в виду, что периоды даже в сутках человека, это неплохо известно, но это отдельный разговор. И обо всем об этом вы рассказываете на курсе? Да, конечно, рассказываем обязательно и все подробно рассказываем, в чем скажу больше, рассказываем с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Потому что вы понимаете, что люди, каждый человек разный, понимаете, вот индивидуальные отличия это наше все. То есть мы действительно все разные, понимаете, в этом наша сила. И, конечно, есть люди аудиалы, визуалы, киноэстетики, дигиталы, экстраверты, интроверты. В свое время была такая хорошая классификация, выделена по Леангарду, потом разрабатывал еще в советское время у нас психологом, врачом Личко. 12 психотипов людей, да, акцентуации, это тоже все применяется. И причем действительно работающие вещи. То есть как бы есть определенный индивидуальный зазор для каждого. Применительно к вопросу о памяти я хотел бы сказать о таком, знаете, всеобщем заблуждении, которое, к сожалению, я, знаете, встречаю и в интернете, и в журналах, и иногда даже в очень серьезных научно-учебных изданиях. Вот обыденную память, да, вот в общем смысле, событийную память, в том смысле, да, в котором мы привыкли понимать вообще, что мы понимаем, да, под памятью, к сожалению, улучшить нельзя. А как же тогда мнемотехники? Ну, про мнемотехники сейчас скажу, это вообще отдельный разговор. Похоже, что все-таки генетика заведует такой жесткий временной зазор, да, потому что, как я уже сегодня сказал, память связана с определенными молекулярными комплексами, с определенными молекулярными элементами, которые играют ключевую роль, да, в выстраивании процессов памяти. В частности, мы знаем некоторые белки, мы знаем гены, которые регулируют синтез, да, этих белков. И, наверное, здесь вот выйти за вот этот вот зазор временно не получается, потому что у каждого еще и скорость биохимических реакций тоже разная. Что касательно мнемотехники. То, знаете, по поводу мнемотехники, я тут вспоминаю, что очень такая интересная метафора, что вот мнемотехника, знаете, это как вот водить за поводок парень и цирка льва. То есть, пока вы его водите за поводок, он ходит, да, и пока вы ему еще даете подкрепление, да, его кормить. Но как только поводок снимается, да, лев убегает. То есть, вы можете работать со своей памятью в рамках мнемотехник только до тех пор, пока вы работаете в рамках той системы, которую он предлагает мнемотехника. Ну, это примерно так же самое, когда вас, например, научили ориентироваться в городе по конкретным каким-то знакам, да, для вас их оставили. Но как только эти знаки убираются, вы все, вы теряетесь в этом городе, понимаете, да. То есть, как бы вот эти костыли убраны, и все, и память, она, в принципе, не улучшается из-за мнемотехники. Да, вы можете увеличить количество воспроизводимой информации, но, точнее, количество запоминаемой информации. Нам же интересно получить информацию прямо сейчас, а не завтра, да, и вспомнить. И вот в этом смысле здесь, конечно, нужно двигаться немножко в другом направлении. Конечно, в последнее время были синтезированы очень интересные вещества, которые переводят память, переводят вот эту вот моментальную, да, память практически фотографическую. Это очень интересно, действительно, по принципу фотоаппарата, да. То есть, человек начинает запоминать, ну, практически все до мельчайших элементов. Но, вы знаете, я бы все-таки был осторожен с этими препаратами, потому что, как и любое вещество, которое, да, мы вводим в мозг, понимаете, у него, да, конечно, конечно, да, будут какие-то последствия, которые пока еще не изучено. Ну, например, в Курчатском институте я знаю, Константин Владимирович Анохин, да, крупнейший специалист по памяти у нас в стране, да и вообще в мире он этим занимается. Я думаю, что я бы пока повременился с применением этих препаратов. Конечно, пока все не изучено, лучше не рисковать. Да, да. И поэтому, собственно говоря, есть альтернативные методики. Вот если память улучшить нельзя, но можно оптимизировать работу мозга. Это вообще отдельный разговор. Мы очень много об этом говорим. Поэтому у нас в курсе есть и про питание, и про режим, и действительно делаются успехи. Действительно у нас есть серьезные успехи, серьезные прорывные вещи, которые мы получали и со студентами, и с молодыми, и с не очень, я бы так сказал. Ну, я всегда обобщаю, да, называю студентами, потому что, в общем-то, учиться ни в каком возрасте не поздно. Конечно. Получается, на курсах дается актуальная информация, которую можно потом применить. Конечно, да, ее можно применить. И более того, это информация, которая подтверждена последними научными исследованиями. Мы стараемся опираться именно на научные данные, потому что, понимаете, нет смысла опираться на теории, которые, да, предлагают люди, которые, да, что-то сами себе сели там на кухне и придумали. Понимаете, потому что вот наука, она требует воспроизводимости результата. Понимаете, там, если человек начинает говорить, вот я так считаю, я так думаю, понимаете, это уже не наука. Потому что наука, да, есть исследования, конкретные результаты, и, собственно, мы с этим работаем. Потому что вы что-то сделали, а я взял и проверил в своей лаборатории, и воспроизвел. Да, действительно, вот эта методика эффективно работает, она способствует обучению, развитию памяти, например, да, ну, те или иные вещества, например, когда мы применяли. Продолжение следует...